Крафт the World Есть у нас такая колония гномов, которая начинается вообще, по-моему, с одного гнома Я не стал показывать самое начало, просто потому что у игры есть несколько таких вот, скажем, шероховатостей, что ли И одна из них заключается в том, что, ну вот, очень этой игре, на мой взгляд, очень этой игре не хватает возможности ускорить происходящее Вот, на мой взгляд, это реальная проблема здесь Что ты вообще в воде делаешь, неудачник? Ну вот реально, что ты в воде делаешь? На складе нет удочки И сами разработчики её определяют как симбиоз таких игр, как Dungeon Keeper, Terraria, War Fortress Но вообще-то я, на самом деле, вот, ну это, конечно, для олдфагов будет Но я бы сравнил её ближе всего с игрой, которая называется Вигглс или Дигглс, в зависимости от того, под каким названием вы её когда-либо знали Игра Гномы Вот примерно, на самом деле, вот так вот она, честно говоря, и выглядела И даже многие вещи похожи Так вот, есть у нас гномы Собственно, вот эти вот гномы Достаточно тупенькие гномы, скажем честно Но, о, что это мы тут нашли? Книга рыбака Это хорошо Книга рыбака, это хорошо Так, ну и что мы с тобой делать тут будем? Давай лестницу хоть поставим Вот так вот Ставьте лестницу Некоторые есть огрехи в управлении Но это, знаете, это всё, на самом деле, частности Вот тут вот эти ребята сейчас собрали у меня капканы Потому что, как видите, у меня на крыше есть некоторое количество капканов И ещё капканы были вот в этом котле Ну, в общем, вот в этом месте ещё были капканы Их собрал вот этот тролль К счастью, у него теперь таким образом меньше Опять кто-то в воде Если бы ты здесь утонул, конечно, то было бы просто верхнее приличие Поставим вот здесь портал на всякий случай Вот как раз порталы, вот эти вот, эта магия Это фактически единственное, что позволяет, в общем-то, как-то ускорить вообще происходящие здесь процессы Так, возьми это и вот это Можно гномов, как видите, экипировать Это вот у них разная амуниция боевая и, не знаю, производственная Здесь вот у них хранится разного рода одежда Ну, а тут всякие магические книги Ну, в принципе, хотя нет Я посмотрю, нет ли у меня уже готового рыбака Здесь охотник, пловец, почему бы ему не стать заодно и рыбаком Эти вот книги, они добавляют новые умения, либо усиливают уже существует... Да что ж такое-то, а чё парень? Выбрать гнома, взять его под контроль, да, можно брать гномов и под контроль Но почему-то тогда порталами по-человечески пользоваться не получается Сейчас я его отпущу, вот он побежал с дубиной наперевес валить вот этих вот троллей и зомби Ну, ему, правда, здесь, скорее всего, ничего не светит Но, скорее всего, он и не умрёт, к счастью Ну, это так, скорее всего Может и умереть Вот он убежал в страхе, а, скорее всего, побежал куда-нибудь на койку Так, а вы, ребята... И что вы тут делаете? Выбрать гнома, иди спать, гном Это я случайно жмякнул сейчас по улитке И они убили улитку Ну, или он убил улитку Блин, мне же могут вынести дверь таким образом Мне не хочется На самом деле здесь не могут ничего, грубо говоря, сломать Вот именно, чтобы сломать Ничего не пропадает То есть, если даже дверь будет сломана, то она просто в виде неустановленной двери выпадет И её... О! Ха-ха! Попался в капкан, глупец Сейчас ночь пройдёт, каждую ночь, естественно, нападает нечисть всякая Меня убили пару гномов Я это вижу здесь у меня Население четверо, а максимум у меня сейчас шестеро А так вот, сразу скажу о шероховатостях Давайте, я их здесь обнаружил В принципе, всего две Вот такие, которые мне бы доставляли неудобства Я не говорю о том, что есть какие-то мелкие неудобства в управлении Их легко решить Может быть, это какие-то индивидуально мои приколы А вот конкретно шероховатости Это невозможность ускорить процессы Потому что в самом начале, особенно, когда начинаешь что-нибудь добывать И они начинают таскать И вот они потихоньку таскают Потихоньку таскают И таскают Это всё на склад Потому что они могут только вот таскать на склад Всё это, другого варианта нет И у них есть, конечно, рюкзачки Но эти рюкзачки, они достаточно малого объёма Эти рюкзачки Вот в чём проблема Вторая шероховатость Это древо технологий Оно именно древо Мне не очень нравится, что это именно древо То есть приходится Выполнять вот эти мини-квестики Которые вот здесь вот засвечены Ну, я это сейчас покажу И только благодаря этому Мы постепенно продвигаемся Вперёд, вперёд, вперёд Технологий очень дофига Я играл сейчас Ну, не знаю Два-три часа, наверное, я в неё отыграл У меня, как видите, только вот Вот если смотреть по ползунку внизу Это, ну, наверное, одна третья И то это вот у меня Не полностью это одна третья открыта Как видите, у меня вот Нижняя штукенция не открыта Кстати, хорошо было бы Заняться сталью Это стальные инструменты И доходит до самого конца Тут всякие Мефрильные шлемы Брони там Золотые Ну, в общем, очень Очень круто Прямо Гномы превратятся В сверхпрочных терминаторов Так, где тут Где, интересно, поубивали Там их гномов Там должна была Выпасть их экипировка Ай Наверное, всё-таки Нужно сделать над собой усилия И убрать Убрать эти капканы И, уста Чё, здесь нельзя никак Блин Я просто себя В небольшую Такую В небольшую Неудобную ситуацию Загнал Заключается она в том Что вот у меня сейчас Есть вот этот дом А дом Это очень важно Потому что в доме Стоит тотем Который этот дом Защищает Пока не нарушена Его целостность И только в доме Поставленные кровати Могут быть Использованы гномы Это тоже, поверьте мне Очень и очень важно А чё, у меня убили Ишь, подлецы Они убили мне Охотника, похоже Да Эти подлецы Убили моего Гнома Охотника Вот это Вот это Очень неприятно И через 5 минут У меня ещё Как бы Нашествие начнётся Это вообще будет жесть Так, ну ладно Пока у меня есть ещё Некоторое время Я, наверное Воспользуюсь им Для того Чтобы здесь Немножечко Обкопаться Так, вот Тоже уничтожить Мне нужно Найти металл Потому что без металла Я сейчас ничего не могу сделать А вообще нужно тут Как происходит прогресс Мы выполняем задания Убиваем монстров Ну, самый лучший способ Это, конечно, выполнять задания Чем больше выполнено задание Тем больше получено опыта Соответственно Опыт даёт нам левелап Вот у меня сейчас уровень уже 6 Каждый левелап Он даёт какой-то Небольшой приз Плюс расширение популяции На единичку Вот у меня сейчас популяция Может быть 6 Но у меня их 4 Они вот постепенно Придут через некоторое время Но, конечно же, лучше их не терять Лучше не терять гномов Ну, просто по той причине Что Ну, эти ребята Они же постепенно прокачиваются И Есть именно Такой Есть смысл Их именно Специализировать в чём-то И тогда Крутой гном Он, собственно, будет Круто исполнять Свои обязанности Это очень и очень Приятно И хорошо Тут даже воду Можно собирать Можно, в принципе, даже можно делать Такие, своего рода Колодцы где-нибудь И Потом Собирать воду Собственно Из них Гномы Довольно Глупые создания Здесь И поэтому, например Вот сейчас Они сюда не пойдут Почему? Они считают, что они сюда Никак не могут попасть Отчасти это верно, конечно Но не совсем Поэтому приходится Стать вот такой вот портал Хотя, по идее Они могли бы забраться Вот здесь вот Но Но они этого не делают Ну что ж, не я им судья Поэтому Пусть пользуются порталом Вырубают мне деревья Мне очень потребуется Древесина Ресурсов здесь довольно много Это вот только Ресурсы, условно говоря Основные Это ресурсы Производные Наверное Так Либо Некоторые из них Относительно Труднодобываемые Ну а это уже Пошли всякие там Деревянные люки Крыши из листьев В общем, все то Что можно производить Вот, кстати, например Деревянная клетка Почему бы мне ее не собрать Так или иначе Вот в этом проблема Понимаете Мне бы лично просто Ну вот Нафига мне деревянная клетка Например Но меня, к сожалению Заставляют Эту деревянную клетку Так или иначе Сделать Почему? Ну, просто Потому что Я не продвинусь дальше После этой деревянной клетки Ну ладно Окей Пусть будет деревянная клетка Вот здесь я ее Попробую поставить Здесь я ее не поставлю Потому что здесь Я уже поставил ограду Будь она проклята Ну и остается Мне, наверное, только Вот здесь поставить Деревянную клетку Ну, по крайней мере Пока Гномы голодны Подождите, у меня что Проблемы Неужели что у меня Проблемы с едой? Да вроде бы Нет у меня Особенно, честно говоря Проблем с едой Ну, ладно Раз так То давайте Я наделаю Некоторое количество Салатиков Так И вот сюда Можно так вот Нажмякать И они совершенно Замечательно соберутся Кстати, вот Для тех, кто будет играть Есть еще один такой хинт Я сейчас покажу Вот на примере Допустим, шлема Можно положить вот сюда А потом два раза Нажать по дереву И это дерево Оно в соседних клетках В нужных Причем Обязательно Появится Так, что у меня там дальше Плюс один гном пришел Через три минуты Начнется нашествие И вот это будет Жесть Форменная В общем, из деревьев Кстати, добывается В зависимости от того Какое это дерево Не только просто бревна Но еще и, например Вот из хвойных пород Добывается смола Запомните Это, потому что Смола Это реально очень важный ресурс И в самом начале Вам никуда Без него не продвинуться Потому что Для того, чтобы изготовить факел Нужна смола И я сидел минут пять И думал Где мне, блин Добыть эту смолу Потому что Я тогда еще Не установил русский язык И я не знал Что это смола У меня это был Райзинг какой-то Такс Что, поставили там? Не понял Вот сейчас А в чем проблема? Почему нельзя клетку поставить? Что-то они все Мудрят эти гномы Ох, мудрят, а? Вот эту раскопать Вот эту И вот эту еще Все Копайте давайте Че У меня тут такие Катакомбы Уже здесь Вот я обнаружил Каких-то пауков На которых я боюсь Пока Хотя это может быть Не пауки Это может быть Вообще Это Не знаю Пауки Или муравьи В общем Некие Не самые приятные Создания Очевидно Такс Посмотрим Что у меня там дальше Ну это вот Я вроде бы Как сейчас этим занят Руды у меня Очень мало Так Но Она мне Сейчас Остро Необходима Поэтому я Наверное Совершу Вылазку Вот В эти Местности Черт Вот эти Опасные ребята Меня они Действительно Смущают Опа Еще и злобный дух Здесь Ну ладно Со злобным духом Там На самом деле Справиться не так сложно Сейчас Кстати Возможно У меня О Пришел один Ну нет Что-то как-то Мне бы сейчас Сосредоточиться Ребята Заходите Через портал И быстрее То вот они Начинают Глупить Потому что портал Сам по себе Через какое-то время Закрывается И они Не отличаются Особенно Таким интеллектом Иди там Спать Ты Выбрать гнома Идет на склад Отлично Пусть идет на склад Выбрать гнома Ты Иди спать Гном Вот Вот Спускаться Они здесь Умеют Прекрасно Ну не знаю Может быть это связано С тем что Зачем ты залез В воду И главная Проблема И главная проблема В том что Реально А Вот они Здесь поубивали Моих гномов Вот в чем дело И через 30 секунд Начнется Нашествие Я даже Не знаю Откуда оно Начнется Кто-то тут Шмякнулся Ну ладно Постепенно Разберемся Вот это Убрать Пока Чтобы они Здесь Лишний раз Не шарились Быстрее В портал Забегайте Ребятки Спасайтесь В портале Бегством Еще Было бы Очень удобно Ввести Например Опцию Там Не знаю Отслеживание Местоположения Гномов То есть Чтобы можно было Там не знаю На какие-нибудь стрелочки Пощел Хоть Вот С этим Я еще Не встречался И что-то Мне подсказывает Что данное Видео Может довольно Быстро Завершиться Эм Окей Кто-то Из гномов Дрыхнет И восстанавливает Здоровье Выбрать Гнома Выбрать Гнома Ну ты тоже Иди Спить Чуть Толк И ты Тоже Черт А приходило Гномов Блин На Бесполезные Создания Ну давай Хоть я На тебя На повара Чего-нибудь Нахлобучу Будешь Стрелком У меня И с топором Еще Чтобы в ближнем Бою Отбиваться Ну или там Я не знаю Можешь Киркой Еще Отбиваться И броню Тоже Приодень Ты будешь Нашим Защитником И Нори 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 Дорогой Ты мой Гномяра Тебе даже И дать Та нечего Ну возьми Кирку Кто-то Из этих Подлецов И представляете Знаете В чем Сейчас Фишечка Кто-то Из этих Мелких Точнее Низкорослых Подлецов Притащил Инструменты Но не сложил Их на склад А завалился Спать Выбрать Гнома Контроль Вот я К сожалению Не знаю Как Гномами Воевать И Можно ли Воевать Находясь Вот так Держа их Под контролем Точнее Здесь Нужно будет Убрать Всю эту Ограду И выставить Капканов Конечно же Вот эта фигня Меня смущает Гораздо больше Чем Эти Скелеты Честно говоря Так Второй Стрелок Нарисовался И убили Одного Гнома Но ничего Через Некоторое Время Конечно же Дверь Вынесут Но Существует Некоторая Вероятность Что Ребята С луками Все-таки Сдюжат Вот это Нападение Зомби И скелетов Но А гном То Был Скорее Сего Призывника Потому В общем И черт бы С ним Кстати Вот это Нашествие Не так Ты что Тут делаешь Вообще Не Ну как бы Он как минимум Убегает Конечно Но Как-то Он Выглядит Очень глупо Этот парень Ну что А в какую Короче Ладно В общем Тут уже Как бы Понятно Что Минус Еще Один Гном О чем Я и говорил Гномы Пока Особенный Сообразительностью Не Отличаются По крайней Мере По крайней Мере Вида Не подают Точно Что Отличаются Сообразительностью По поводу Заклинаний Находятся Периодически И даются Там в качестве Призов Вот такие Вот Своего рода Руны Их можно Использовать Используются Не за счет Маны Вот Это У меня Например Источник Света Я могу Сюда Сейчас Поставить Это Портал Я его Уже Демонстрировал Заклинания Вероятнее Всего Будут Достаточно Разнообразными А мана Копится Просто Со Временем Ну По крайней Мере Я На текущий Момент Более Другого Способа Накопить Ману Не нашел Эти Ребята Достаточно Как видите Хитрые Если Нужно Преодолеть Какое-то Препятствие То Часть Из них Может Выстроиться В пирамиду Такую Живую Стену Чтобы Это Препятствие Можно Было Преодолеть Вот Сейчас Как видите Даже Тролль Благодаря Этому Возможно Через Некоторое Время Сможет Перепрыгнуть Так Ну Что ж На самом Деле Пожалуй Что Это Все Основные Геймплейные Моменты Которые Я На текущем Этапе Развития Своей Колония В принципе Способен Продемонстрировать Я Не Уверен Что На канале Игра Будет Выходить В качестве Многосерийного Цикла Но В принципе Это Зависит От вашей Реакции В частности Еще и Вашего Интереса К этому Проекту Мне Лично Он Довольно Таки Интересен Действительно За исключением Тех Широковатостей Которые Я уже Означил Мне кажется Нужно Все таки Больше Свободы Технологической Потому Жесткие Узкие Рамки Мне Это Как-то Не Очень С одной Стороны Нужно Да Технологии Хорошо Но Некоторые Я бы Скорее Проигнорировал А меня Заставляют Брать Их Все Потому Что Именно За Их Счет Поднимается Уровень Именно За Их Счет В общем Они Очень Не Знаю Не Знаю Плюс Невозможность Проматывать А в остальном Классно Реально Я Когда-то Играл Сравнить Там Отчасти С Денжен Кипером Террарией И Двар Фортресом Ну Очень Конечно Схематично Но Тем не менее Я Лично Нахожу Этот проект Интересным В описании Вы Обнаружите Ссылку На Его Страницу В стиме Напомню Что Он Сейчас Доступен В раннем Доступе Спасибо Вам Спасибо Субтитры